Затянувшийся спор правительства и компании Центера Голд, по мнению ряда аналитиков, может перерасти в международный арбитраж, что может негативно сказаться на работе рудника. И как следствие, эксперты не исключают проблемы для малого и среднего бизнеса. В случае приостановки работы Кумтора, многие предприниматели могут разориться. Более того, независимые экономисты и поставщики товаров и услуг для рудника подсчитали, что бюджет Кыргызстана не досчитается четвертой части своих доходов. Продолжение темы в следующем материале. Подсчитывая возможную прибыль о денонсации соглашения с Центерой, правительство не приводит данные о возможных потерях. По мнению экспертов, Кыргызстан может потерять более 300 миллионов американских долларов, если соглашение 2009 года будет расторгнуто. Потери в налоговом секторе составят 140 миллионов долларов, отчисления в соцфонд почти 25 миллионов. Оплаты за электроэнергию около 14. Потери местных поставщиков услуг и материалов, которых по Кыргызстану насчитывается порядка 950 компаний, около 85 миллионов долларов. Число поставщиков около 1000. Кумтор практически 100% товара закупает именно у отечественных компаний. Перечень большой, от строительных материалов до продуктов питания. То есть есть все, что необходимо для работы рудника и полного обеспечения более чем 3000 сотрудников. Остановка компании для поставщиков означает потерю рынка сбыта. Если что-то произойдет, какие-то заказы не будут приняты, то предприятие неминуемо разорится. То есть адекватного какого-то заказчика у нас в регионе просто-напросто нет. Только на продукты питания за один 2011 год Кумтор потратил почти 5 миллионов долларов. Всего за время работы рудника на питание персонала ушло более 40 миллионов. С 1994 по 2011 год компания купила электроэнергии более чем на 108 миллионов долларов США. Общая стоимость всех закупок превысила 700 миллионов долларов. Все это помимо выплат налогов. Золоторудная компания наряду с аэропортом МОНАС является еще и одним из крупнейших оптовых покупателей горюче-смазочных материалов. За год Кумтор потребляет топливо на сумму превышающую 70 миллионов долларов. Ну ежегодно эта компания у нас получает топливо в объеме где-то от 80 до 85 тысяч тонн. Это 80 тысяч, ну где-то в районе 7% от общего объема поставок составляет. Но если работа Кумтора остановится, значит этот 7% мы должны размещать уже среди других потребителей. Ну будем надеяться, что появятся другие объекты, там строительство ГЭС, там Верховерхнорыны и так далее. Но желательно, конечно, чтобы этот объект работал и потреблял. Эксперты затрудняются досконально посчитать все потери в случае остановки предприятия. Ведь за год разработки месторождения сложилось немало экономических связей. Не только с бюджетом республики, но и с местным населением. Конечно, это сразу же отразится на гражданах страны, на поставщиках, на предприятиях из Искульской области. Потому что если мы денонсируем соглашение, если вообще приостановим работу Кумтора, придет ли на место Сент-Эрегол другая компания, это большой вопрос. Кыргызстан сейчас, к сожалению, не имеет потенциал разработки Кумтора. Потому что у нас нет таких высококвалифицированных кадров, нет такого поставленного менеджмента. Мы все понимаем на примере наших госпредприятий, что государственное управление компаниями не очень эффективное. Между тем, вице-премьер Джо Марта Турбаев дал понять, что правительство будет принципиально отстаивать позиции Кыргызстана. И обязательно выполнит постановление парламента, предусматривающее денонсацию соглашения. Если после трехмесячных переговоров с инвестором не будет достигнут компромисс. Однако в таком случае, по мнению аналитиков, возникнут серьезные проблемы ко всему прочему и в сфере малого и среднего бизнеса. А именно среди армии поставщиков товаров и услуг золоторудной компании.